всем привет меня зовут ольга чебукина и вы на канале не принято обсуждать не принято обсуждать это интервью для тех кто соскучился по искренности искренность сегодня конечно будет несмотря на то что мы записываем интервью в рубрику бизнес вы просили меня показывать не только мужчин и естественно это справедливая просьба я приехала в москву чтобы поговорить с генеральным директором амвэй россия ириной меньшиковой о бизнесе о ее карьере в корпорации о личностных кризисах конечно а ее женских связах несмотря на высоту должностей которые она занимает о семье о любви о воспитании детей и конечно о том как сохранить молодость и красоту ирина здравствуйте здравствуйте ольга спасибо огромное что согласились встретиться это правда большая честь я понимаю что график плотный он плотный даже у меня а у вас ты подавно спасибо что пригласили я смотрела вашу передача мне очень нравится эта концепция это очень приятно именно концепция когда можно поговорить о том о чем не принято разговаривать аудитория канала преимущественно женская и был такой запрос все-таки продолжать бороться стереотип о том что успешными сверху спешными людьми могут быть только мужчины и поэтому я здесь меня с этой точки зрения опыт наверное более благоприятный хотя исследование до показывает что в целом женщины на 30 процентов меньше получает промоушена и зарплату получает более низкую при тех же самых позициях это исследование который проводился россии но вот мне повезло я всегда работала в принципе в иностранных компаниях и в американских как правило американских компаниях это то что называется таким популярным словом дайвёсити она как правило является частью корпоративной культуры ну а во-вторых я в принципе часть woman's leadership форума я ментор там соответственно я окружена большим количеством успешных женщин так что у меня картинка мира как бы что нас есть и мы сила это круто про это поговорим кстати зритель должна сказать каким благоприятнейшим образом сказывается даже само намерение дать интервью проекта не принято обсуждать потому что когда мы с вами вели переговоры еще вы были вице-президентом по продажам амбэй в россии на данную минуту вы генеральный директор амбэй россии на точно вот присоединяйтесь получаете промоушен я поздравляю спасибо большое да я пока еще немножко стабилизируюсь потому что прям новости буквально неделя сразу вопрос вот что это повышение значит для вас каким существенным образом это скажется ну и скажется ли условно на графике и вообще на стратегическом виде не того что вы делаете в принципе строя карьеру я давно для себя эту позицию ставила как очередную веху уже по мере того как меняла финансы на продажи продажи на операции так далее но в какой-то момент своей жизни я уткнулась в то что называется в принципе от профессиональным эмоциональным выгоранием когда ты бежишь стараешься делать больше больше и больше а делать больше не означает получать от этого потом больше делать больше когда я была просто монстром повышенной эффективности у меня даже друзья смеялись подруги это ты не замечаешь что даже в личной жизни организую там какие-то вечеринки посиделки ты автоматически делегирует задачи расставляешь сроки до тем тем кто что может делать у тебя это уже на уровне подсознательного все запланированное без календаря даже в общении с друзьями с близкими абсолютно семья у меня там мама например до которой 70 лет исполнится научилась не просто пользоваться фейсбуком ватсапом всеми мессенджерами она еще научилась google переводчиком пользоваться рекоментировать мои посты фейсбуке на английском потому что она поняла что иначе она жизни своей дочери в принципе лучше не узнает вот это вот посидеть поболтать с мамой раз в неделю рассказать что у меня произошло за неделю со мной не работает но в какой-то момент я как раз уткнулась в то что я поняла что во первых я начала убегать из настоящего момента да то есть ты все время впереди потому что ты все время планируешь постоянно думаешь вперед и перестаешь получать удовольствие даже от собственных хобби второе я поняла что в жизни обязательно должен быть период когда это не называется ничего не делаю observation наблюдение именно это тебя как бы граунде даете возможности остановиться прочувствовать пережить переосознать и эти моменты обязательно особенно чем выше ты в организации поэтому возвращаясь к первоначальному вопросу я на этот вопрос ответила раньше себя тогда когда уже будучи вице-президентом я пересмотрела сколько я делаю как я делаю и я поняла что время давным-давно устаревшая концепция я считаю что все мерится в принципе наличием энергии который у тебя есть а для того чтобы иметь все время высокий уровень энергии надо уметь ее отслеживать сколько ты отдаешь на что ты и отдаешь и сколько и откуда она у тебя появляется поэтому для меня переход на эту позицию с точки зрения профессионального ничего нового я честно говоря я в принципе считаю что если ты в своей жизни там не знаю хочешь выйти замуж веди себя как замужняя женщина хочешь стать генеральным директором веди себя и чувство генеральным директором до того как ты стал это совсем другой контекст у первых дает во внешний мир во вторых по-другому формирует все что ты делаешь поэтому я получив эту роль не была испугана не была удивлена мне нравится очень работа которую я делаю мне нравится что мы инкубаторы малого предпринимательства и я хочу чтобы об этом знал грубо игра все общество да я считаю что мы здесь не дорабатываем мы не рассказываем не своих продуктах хорошо и нет поэтому доверия нашему каналу продаж такого как магазине например датчик пойдет там в аптеке купит витамины не знаю из чего они сделаны и этом мы виноваты что мы это не сделали к генеральный директор я давно себе поставила эту задачу профессионально я знаю что я буду делать с точки зрения усложнится ли мой график не усложнится ну во первых услугу но я последние полгода занималась тем что его конкретно разгребала конкретно по 8 встреч в день перелеты там по 8 по 9 перелета в месяц я думаю надо об этом подумать а нужно ли это отдает ли это вот тот уровень в первую очередь счастье который я хочу испытывать своей жизни каждый день я посмотрела нет она того не стоит и стала принципиально разгребать отказываться когда это по времени было когда вы выключили сверх эффективную ирину куда полтора-два назад да я начала над этим работать сначала некое чувство вины вдруг выползает непонятно откуда из каких темных уголков знакомо всем трудоголиком абсолютно даже просто в выходной поспал подольше думаю откуда это в нас во-первых я в принципе считаю что в нашей культуре как бы я последняя буква алфавита и мы не выращены в культуре себя хвалить любить поэтому не позволяем себе лениться а у меня есть про это вопрос прошу обязательно во-вторых конечно очень часто но мы выращены в среде конкурентноспособности да когда у нас нет понимания что в этом мире в принципе всем всего достаточно у нас как-то все время понимание что надо рвать вперед чуть-чуть ты остановился от как ты откатываешься назад что в определенной степени правда и ну что тут лукавить особенно сейчас когда в принципе мир так ускорился с технологиями просто вопрос что количество не всегда определяет качество поэтому вот это вот чувство вины конечно я его отследила ну поскольку я чак как бы осознанный медитирующий и йогу практикующий последние 20 лет я такие все вещи быстренько вылавливаю анализирую откуда они появляются и просто ну принципиально прорабатывала с этим чтобы это чувство вины убрать я вообще этот вопрос не планировала задавать мне такое значит наблюдение когда готовилась к интервью естественно там гуглила в яндексе забивала им фамилию должность или там название компании и сразу же попадает статьи и когда ты яндексе начинаешь забивать он тебе подставляет варианты те которые люди ищут знаете что про вас в том числе ищут из там когда и так далее ирина я честно говоря не стесняюсь рассказывать про свой возраст потому что я во первых люблю в принципе делиться хорошо выглядеть хорошо выглядеть тот никто не стесняется я просто очень люблю рассказывает что мне помогает поддерживать себя в таком состоянии более того я вообще-то искренне верю что человек может должен жить 120-130 лет как минимум и поэтому немало людей которые на полном серьезе тоже так считают на тест-сток кстати я слушала классное выступление не помню спикера можно там погуглить она рассказывала о том что на самом деле нынешние поколения морально не готовы к тому что жизнь стала не 60-70 лет и состоящая из двух этапов в принципе там активного роста карьерного материального обеспечения и потом отдыха да а из трех когда ты уже там к 50-60 приходишь к ситуации когда ты там своей профессиональной жизни выбрал что хотел и есть следующий этап но это еще не этап отдыха и вот очень важно к этому моменту подойти осознанно для того чтобы понять что есть твой следующий этап жизни как ты хочешь прожить то есть что для тебя важно то что в этот момент и в принципе матрица приоритетов меняется другое становится важно продолжая вот это ваше выражение достойность стать крылатым безусловно хочешь быть женой и види себя как жена генеральным директором к генеральный директор соответственно кто-то мне сказал бы я забыла такая фраза смешная президентом быть непросто это же что там потолок карьерного роста понятно что у три дня генерального директорства по еще сложно это осознать но тем не менее ну а дальше что кем хотеть быть и как вести чтобы какой-то следующий этап наверняка же есть такое стратегическое понимание ни за что не поверишь что есть конечно тот момент когда я для себя ну приняла что я хочу быть генеральным директором стала естественно как генеральный директор естественно пришел вопрос что дальше поскольку для меня важно очень социальная составляющая нашей бизнес-модели в большей степени чем там скажем материальная или коммерческая то я хочу и в нынешней роли в будущих вовлекаться больше в благотворительные и социальные программы у нас например сейчас там фонд в ответе за будущее мы развиваем федеральную программу вместе с опорой россии которая направлена на поддержку мало предпринимательства среди мам предпринимателей эта программа то что стала федеральной и одним из самых социально значимых проектов да мы там его и в даосе представляли на экономическом форме в санкт-петербурге представляли более того организация объединенных наций рекомендовала такую программу для внедрения в других странах с развивающейся экономикой то есть на самом деле социально значимый проект второй проект о котором я задумывалась поднять уровень образования людей в отношении того что есть здоровое питание почему нам нужны биодобавки да почему нам нужно дополнительно пить фитонутриенты витамины чего не хватает в нынешнем питании почему мы есть то что мы едим люди это часто не осознают и уже с детского возраста посмотрите наши дети я уверена вы страдаете там как мама от того же самого мой 11-летний ребенок у меня сын тоже 11 лет я не знаю просто как обеспечить его всем что нужно для его растущего организма а это извините мне омега-3 рыба которую дети не едят а это протеин чтобы он съел дневную норму ему надо столько мяса съесть что у него там жирочек на бочках ползет вообще страшно с не яйца дает надо выкормить все желтки одни только белки это под большой угрозой мамы стоящие рядом а в желтках извините меня вот та доля как бы жиров которая нужна нашему организму без этого не будет работать там кальций витамин d ну вот это все это просто не знаешь как засунуть поэтому я считаю что у нас должна быть такая социальная программа образовательная начиная со школ чтобы дети осознанно подходили сами к этому мне очень активно двигаюсь сейчас и в поддержке соответственно программа предприниматель поэтому вот это в принципе сотрудничество с опорой россии но дает нам совсем другие возможности и уже как генеральный директор я хочу конечно там играть гораздо более значимую роль и помочь государству не хотела выводить это все на пафосный уровень да но не могу не сказать об этом для россии критично было иметь какую-то налоговую программу для тех кто немножко подрабатывает вечерами там я не знаю есть собственная страсть какая-то дизайнер человека он помогает одежду подбирать там на шоппинг вот я хожу на шоппинг с девушкой которая помогает мне подобрать мне некогда ходить по 6 по 8 часов моя учительница музыки приходит на фортепиано я учусь но есть основная работа добычу все фотографы переведи деньги на карту абсолютно абсолютно слава богу сейчас появился этот пилотный проект самозанятых и мы активно его поддерживали опять же в сотрудничестве с опорой россии и с министерством экономики там очень конечно непочатый край работы с головой самого самозанятого человека потому что объяснить почему ты вдруг должен выйти из тени когда можно было все себе а теперь нужно платить кстати классно вспомнила когда мы проводили исследования по прямым продажам основной из преимуществ почему людям нравится строить свой бизнес или зарабатывать деньги через индустрию прямых продаж то что можно не платить налоги я чуть в обморок не упала я говорю слушайте 6 процентов разве это налоги если ты перегистрируешь посмотрите в европе в америке какой процент просто люди не работали до не были предпринимателем другого уровня тогда это понятно что такое и пэду когда 6 процентов этот налоговый рай сейчас обязательно поговорим поговорим про то и почему люди идут вам вам в эйте которые дистрибьюторами становятся сильно меня этот вопрос интересует и почему не идут сначала про вас хотела спросить потому что получается вся ваша карьера она так или иначе всегда в корпорации вы начинали с филипп бориса потом был ари флейм потом уже собственно карьера вам в флейм вот не тогда когда вы уже топовые позиции занимаете и реально понимаете на что можете влиять стратегически даже в масштабах там государства условно сейчас это не будет преувеличением а когда только начинаете как объяснить себе почему ты винтик большом механизме то есть вот когда ты ремесленник или когда ты шьешь платье это понятно вот ты причинил конкретную пользу конкретному человеку миру и так далее это очень осязаемо твоя польза и твое бездействие когда ты внутри большой корпорации мне все-таки вот как на начальном этапе вы себе объясняли будучи моложе менее прокачанной там ментально я помню свой разговор с дочерью моего мужа от первого брака она тоже только закончила институт долго искала работу и от многих работ отказывалась много тыра и что я там буду делать пять лет сидеть заниматься аудитами чтобы по восемь часов в день чтобы через пять лет стать ну типа всего лишь менеджером там с заработком я не знаю в 3-4 тысячи долларов я в тот момент задумалась то что я тебя понятно не помню до 25 лет назад я говорю ты знаешь а я помню вот тот период когда первые пять лет строила карьеру до первого менеджерского уровня когда ты менеджер ты уже видишь результат да там я отвечала за балансовые отчеты я была менеджером финансовой отчетности да то есть я знала что каждый месяц я подвожу результаты деятельности организации и это зависит только от меня от моей команды это уже какой-то первый уровень такой серьезной ответственности а когда я была специалистом я сказала ты знаешь игре я не помню чтобы хоть один день мне было скучно потому что даже когда я делала скучную работу это мой выбор сделать ее не скучной и я находила для себя что для меня не скучного в тех же аудитах я профессионально сертифицированный аудит и это в принципе считается скучной работой до более того каждый день я старалась находить что этот день сделал для меня как я стала лучше если никогда не сравнивала с другими я себя всегда сравниваю с самой собой вчера и вот я проживала этот день с удовольствием потому что я находила что меня сегодня еще научила то что нового во мне появилась и ну может быть мне повезло просто работодателем филипп морис тогда только зашел на рынке россии казахстана это был один там самый крупный инвестор не вкладывали сумасшедшие деньги в сотрудников особенно молодых которых набрали да я летала в командировке там и швейцарию в испанию это вот мне помогала моя рекомендация что в принципе я считаю что не всегда как бы внешняя среда определяет нас да а мы чаще определяем внешнюю среду поэтому находить для себя собственную мотивацию что для тебя лично в этом интересного и никогда не заниматься тем что скучно а если ты не можешь поменять то чем ты занимаешься поменяй свое отношение к нему я всегда говорю что если тебе не нравится ситуация да то поменяй либо ситуацию либо поменяй свое отношение к ней я для зрителей должна сказать что у нас было же специфическое пред интервью поскольку мы в разных городах живем и 2000 километров нас почти отделяют я с каждым героем встречаюсь до и поэтому у нас была переписка и телефонный разговор и вот из переписки меня поразило когда вы рассказывали про увлечение лыжами что это пошло от нелюбви к зиме и к холодам и это реально было поразительно то есть есть же много выходов финансы позволяют я думаю что легко уезжать например работать дистанционно из теплых краев и так далее но нет мы не выбираем легких дорог вы решаете придумать себе дело которое может вас заставить полюбить зиму это же все равно преодоление это преодоление это сама мотивация бесконечный вот этот вот внутренний поджиг и поэтому года полтора назад вы уже сказали про сталкиваетесь с тем что блин я так много делаю точно все это надо делать хотя и результат очевиден это черта характера вот классный вопрос это вопрос который я продолжаю себе задавать какое-то время я думала что как большинство успешных женщин мы как правило добиваемся успеха не ради чего-то вопреки чему-то в детстве какие-то сидят ограничивающие концепции мы должны кому-то что-то доказать кто-то папе кто-то маме часто мы это не осознаем до этого надо докопаться конечно и я себе откапывала какие-то концепции и думала ну все вот сейчас то отпустят и и грубо говоря лягу там на диванчик и расслаблюсь блин нет откуда она берется я не знаю и если даже я например за последние два года пересмотрела график например у меня страшная любовь вот учитывая что у меня работа специфичная я очень много езжу по всему миру мы часто делаем конференции для наших партнеров самых экзотических местах мира то есть вроде вот так вот он должно хватать поездок нет я же и все отпуска там часто люди как есть есть свое любимое миссии драма мальдива ехал ли его туда в принципе езжу и там отдыхаю нет но мне же каждый раз интересно новые впечатления получить пока не ответила себе на этот вопрос я думаю что частично даже вот когда я уже отработала эти ограничивающие концепции я все равно вижу есть вот этот все время драйвер к новому экспириенсу что-то новое попробует тоже фортепиано в 40 лет там надо было видеть глаза это второе удивление вообще да надо было видеть глаза моего преподавателя это ирина слишком много свободного времени нет сына было там два-три годика мы как раз только в москву переехали старший захотел в 13 лет заниматься фортепиано довольно в принципе поздно для мальчика да ну я думаю почему нет пришла учительница она бы слушать у вас же младшие есть но давайте младшего попробуем тут с удовольствием своим маленьким пухленькими ручками я все это сидела смотрела игры слушать а если я попробую у меня в детстве была мечта играть на фортепиано но родители не могли платить физически тогда 18 рублей в месяц стоило большие деньги папа купил мне гитару принес и сказал дорогая тебе фортепиано нет есть гитара я сидела бренчала бренчала в общем научилась играть в результате играю пою но осталось вот это вот что это не профессиональное что я сама выучилась этому 2 я же хотела все-таки на фортепиано я думаю сейчас я могу заплатить уже не 18 рублей в месяц начало заниматься и поняла что для реализации детской мечты опять требуется преодоление потому что реально какой бы ты умный не был там интеллектуальный в бизнесе как только ты садишься заниматься музыкой такое ощущение что я не знаю я трехлетняя девочка который совершенно не развиты мозги я помню свои корявые пальцы я помню просто вот улетающие разлетающиеся на куски мозги потому что я не понимал как можно соединить левую правую руку разную партитурой играть тем не менее когда даже отступила на второе место что никому то я не должна ничего доказывать что это же просто моя была детская мечта ну попробовала там слишком сложно отойти и расслабься я себе сказала нет как я хочу раскопать я даже не сказала себе нет я просто продолжала это делать потому что я кайфовала именно от самого пути очень часто тоже люди говорят что там счастье это destination конечная точка вот что-то случится и вот тогда тогда мне будет кайф для меня счастье она в самом путешествии в самом пути в каждом его шаге если я не получаю удовлетворение в каждом шаге тогда я отказываюсь от это от этого экспириенс от этой задачи от там этой конечной точки но не сразу но сначала пытайтесь делать всю рутину нескучно я уже поняла эту схему играете сейчас играю да раз год у нас отчетные концерты понятно там день в консерватории наша учительница снимает большой красивый зал и все ее ученики в основном пятилетние семилетние мальчики и там одна такая сумасшедшая мамаша как я сейчас еще три присоединились вдохновившись моим примером и мы с удовольствием отыгрываем это на основном это конечно для собственного удовольствия в общем надо пробовать новое друзья привет еще раз меня по-прежнему зовут ольга чабыкина и вы на канале не принято обсуждать но сейчас я выступаю не в роли интервьюера но преподаватели создателя школы интервью бу-бу-бу которая локационно находится в екатеринбурге а онлайн работает разумеется со всеми желающими со всего земного шара если вы предприниматель понятно что если вы b2b работаете например продаете щебень вряд ли вам понадобятся ораторские навыки исключая ситуации там каких-то переговорах но если b2c если например у вас магазин модной одежды не знаю вы делаете брошки ручной работы изготавливаете чипсы из овощей и фруктов вы визажист стилист закройщик консультант и так далее в общем если вам нужно презентовать себя через видео ваши блоги фотографии делать прямые эфиры записывать корпоративные ролики запускать лайфы на ютюбе или снимать видео для ютюба то онлайн курс школы интервью бу-бу-бу вам наверняка пригодится что входит в курс это 10 крутых уроков по трем дисциплинам технологии интервью эта работа с камерой и искусство публичных выступлений психология коммуникации снимаем страхи учимся импровизировать и техника речи все начиная от правильного дыхания заканчивая дикции скороговорками ну в общем классика жанра это очень удобные уроки которые можно слушать как караоке например в машине и повторять упражнения вместе с нашим тренером ксении кроме того в курс входит еще одиннадцатый подарочный урок от стилиста базовые знания которые никогда не будут лишними и главная хорошая новость на наш онлайн курс сейчас действует грандиозная скидка если раньше он стоил 6 800 то сейчас 11 видео уроков школы интервью вы можете приобрести всего за 2000 рублей почему такая скидка да все потому что я кстати сейчас нахожусь в той студии где мы записываем новый обновленный наш хитовый онлайн курс промо код лето на ваших экранах активная ссылка на покупку курса в описании видео там же будет инструкция как воспользоваться промо кодом дерзайте удачи и увидимся на канале не принято обсуждать разумеется как жить в кайф это такой сложный вопрос вот честно я тоже это умею самый частый вопрос который мне задают ну вот понятно вот как совмещать там там семью и работу любой работающей замужней женщине эти вопросы адресуют и чем-то более публичный там чем более высок твой статус чем тем чаще ты получаешь вот вы рассказываете это наслаждение вообще понимание того что жить нужно в кайф но чтобы не было ну что мы не устаем что ли не болеем или что с детьми нет проблем или что ли с мужьями не ссоримся все это есть как в жизни абсолютно всех людей каждую на улице поймали то же самое но вот это ощущение радости жизни откуда она не говорите мне что в банках специальных вам вы которые можно купить это тоже так же как вот это вот вопреки в генетическом коде зашито у вас у меня я нескольких девочек таких знаю но остальные немножко погрустить немножко по депрессировать вот я живу в екатеринбурге погода там если по-русски сказать говно больше больше часть года меня это не парит потому во первых ты можешь организовать так я на машине в конце концов передвигаюсь и я не единственная в городе но все кто передвигается на машинах и даже лучших чем у меня не только первый день там слякоть и они плачут фейсбуке в инстаграме то есть я не понимаю этого что вы посоветуете таким людям где кайф жизни продается в какой банке его брать вот очень интересная на днях смотрела одну из передач с одной из вашей героинь которую подпись под которой была гедонистка и я вспомнишь мне все мои друзья всегда гривой да меньше кого гедонисты ты про меня и про моего мужа я слушаю ее рассказ где она расскажет что гедонизм это такая очень сложная в принципе теория начала на себя применять там часть рассказа что можно просыпаться там хочешь после обеда да где делаешь только то что ты хочешь там поехала на випассану на две недели я такой думаю кто посмотрит на мой график точно скажет что я не гедонист а я себя чувствую гедонистом потому что на самом деле если я захочу очень проснуться и прийти после обеда на работу я это сделаю но от этого не зависит результат того что произойдет потому что я работаю не для встреч и не для задач я работаю для результата а как этот результат получить некоторых случаях надо отоспаться до обеда если я хочу отдохнуть отдыхаю я достаточно много мне часто по инстаграму партнеры говорят у были хорошая корпоративная жизнь каждые два месяца вы куда-то ездите да потому что я очень много работы в другие дни соответственно когда есть праздники длинные и вообще для себя выделяю специально это время когда у моих детей каникулы мы планируем и мы в календаре на год наверно вперед да абсолютно у меня висит огромный календарь в кабинете еще потому что все заходя как бы сразу знают где красным отмечено это не трогать это и все до свидания а во вторых в принципе даже когда я прихожу на работу я не чувствую это как работу потому что опять же в принципе это осознанный выбор был что делать и как делать конечно в жизни есть ситуации когда-то мы от работы устал да и там на самом деле от семьи устал в принципе от себя самого устал что делать то есть ну нет таких ситуаций думаю что если вы встретите человек который только улыбается и смеется в своей жизни немножко тоже психологически может быть 10 лет назад когда мы переехали в москву из казахстана мне все говорят узнаешь что вот этот твой смех запоминающийся очень скоро исчезнет в москве из семьи у тебя будут проблемы и в принципе наконец-то ты поймешь как нам тяжело обычным людям жить и депрессия тебя накроет я все ждала ждала еще приехав в москву очевидно я заметила что тут люди не улыбаются и как-то немножко по-другому себя чем в более мелких городах ведут да ну и просто озабочены в принципе своей ларить непонятно что говорит да вот ну как-то 10 лет прошло не накрыла и когда я думала почему ну я во первых давно занимаюсь медитациями и может быть там это для кого-то эзотерически звучит или что-то в медитации никакой эзотерики нету это такие же упражнения для мозга как мы делаем упражнения для тела попу мы будем качать в зале на а мозги вообще в принципе сами накачаются как то да ну книжки почитаю интеллект да но то как ты реагируешь что как ты относишься какой у тебя больше развит какая часть мозга больше развита та который за стресс отвечает или которые за благополучие отвечает это такая же гимнастика поэтому я медитациями занималась давно медитация позволяет тебе успокоить мозг таким образом что появляется доля секунды осознанности перед тем как возникает эмоция и ты выбираешь испытывать эту эмоцию или нет я не считаю что в своей жизни эмоции надо сдерживать или не испытывать их это не приводит ни к чему хорошему у меня бывают дни когда мне грустный хочется поплакать я просто знаю осознаю в какой момент мне надо именно поплакать я прихожу и прорыдаюсь так у своего мужа на плече просто выбираю правильный момент правильного человека и позволяю своим эмоциям выйти на наружу на у меня был сумасшедший просто график в пятницу в субботу у нас был и семинар на пять тысяч человек объявление естественно новой должности большое количество коммуникаций связанных с этим здесь высокие гости американцы приехали к нам мое руководство и я знаю что всегда после таких двух дней следующий день меня никто не трогает я просто в лёжку еду на загородный дом в бане меня хорошенечко пропаривает муж я выхожу обнимаюсь деревом стою получаю энергию ногами там гулами на земле потому что я таким образом восстанавливаюсь и даже мои друзья в этот день мне не пишет моя лучшая подруга написала мне иришка я не успела тебя поздравить набери меня когда захочешь потому что они знают что я в момент просто восстанавливаюсь это моя моя персональное пространство поэтому осознанность как бы это вот не звучало в принципе за умным эзотерическим ли словом это просто про то что ты за собой наблюдаешь это часть характеристики эмоционального интеллекта наблюдение за собой и осознанный выбор реакции тела и мозга на те или другие ситуации в твоей жизни плохая погода ну блин подумай ты в этот момент что ты можешь сделать с этой погодой ты ничего с ней не можешь сделать но зато да помогает покупка нового плащана а что тебя позволит улучшить настроение для кого-то это там я не знаю для меня пойти на голове постоять для кого-то там пойти шоппинг сделать для кого-то с теплой чашкой чая посидеть у окна и понаблюдать за дождем я кстати терпеть не могу дожди тоже поскольку выросла в принципе очень солнечной стране и ходила в горы и в горах естественно очень часто дожди перед восхождениями на вершины вот в момент когда идет дождь я залазила в палаточку ложилась и мерненько засыпала или просто валялась я так полюбила дождь вот это вот когда капают капель дикативная тишина покой да и каждый раз когда идет в москве противный ноябрьский дождик я вспоминаю как я лежу в палаточке у меня такое хорошее настроение я еду и в своем мерсике открываю крышу и смотрю как на крышу капает этот дождик думаю классная погода так что вот надо искать такие креативные пути абсолютно согласна есть конечно категории людей которые напишут конечно же ирина едет в мерседесе смотрит какой прекрасный дождь ольга едет в ягуаре смотрит ой какой классный дождь так здорово вообще мы такие едем позитивные немножко сложнее это когда там другой уровень дохода но это мы опять возвращаемся к тому хочешь делай и сейчас тоже поговорим и про предпринимательство и про тягу к зарабатыванию когда плакали вы последний раз мы прям по-настоящему не просто от того что я устала и если это не что-то такое трагичное сокровенное чем ну прям вот плакали по-женски может быть от бессилия просто обычные слезы не могу не прокомментировать про мерседес начиналось то все что в палаточке я лежала на самом деле ну как бы внешняя среда не имеет никакого значения с точки зрения когда я плакала по-настоящему тот плач который мне запомнился это было чуть больше год назад когда папа умер в принципе в моей жизни в молодости было несколько серьезных трагедий связанных с гибелью родной сестры с убийством лучшей подруги и с гибелью друга которые произошли вот прям буквально за короткий период времени честно говоря у меня тогда столько было похорон что я себе сказала наверное больше не на них похорон не буду плакать плакала потеря близких людей всегда оставляет но неисправимый большой большую как бы дырку до которую невозможно запомнить противопоставить что-то а так чтобы прям плакала ну скажем там на работе на кого-то обиделась или там семья меня обидела не могу вспомнить хорошо помню года четыре или пять назад как-то мы прям крепко поспорили с партнерами я так расплакалась и мы были в африке и я в общем развернулась и побежала в при этом стояла в кустах плакала и мой коллега испугался за меня и побежал меня спасать искать вот тогда я прямо от души так отрыдалась вокруг бродили львы тигры я ревела в три ручья я даже перед ним стыдно не было поэтому иногда можно поплакать даже вот в принципе возле коллеги хочу поговорить про людей которые присоединяются брендом вы которые приходят и про тех независимых это правильно называть независимые предприниматели которые хотят продавать марку продвигать и так далее у меня был опыт у вас же много программ разного уровня региональные в том числе когда сотрудников обучают я даже работала одним из приглашенных спикеров когда как раз про искусство коммуникации было классный позитивный опыт был люди очень откликабельные так вот когда я смотрела аккаунты предпринимателей независимых предпринимателей у многих из них были такие есть эмодзи денежки такие пачки денег с крылышками может быть посыл какой-то другой но он как мне кажется достаточно прямолинейный еще понятно что есть круизы и можно заработать себе тачку и ощущение что это не так же сильно надо трудиться как с 9 до 6 в офисе или не дай бог на заводе что вроде это как-то полегче вот эта мотивация которая выпячивается обогатиться легче чем это сделать в других сферах я прочла это в их аккаунтах в их постах и мне это не близко ни у меня ни у вас у многих людей не было мотивации прийти на наемную должность или стать предпринимателем для того чтобы тупо разбогатеть как вы думаете для чего люди идут вам вей на какие категории эти потоки делятся но я вам честно скажу что те кто ищет денег они на самом деле во главу угла это и ставят в сети о маркетинге работает концепция заработка точно так же как любой другой корпорации в любом другом бизнесе мы все знаем что единицы становятся успешными не все становятся генеральными директорами не все строят себе огромные организации которые генерят большой товароборот соответственно получаешь высокие бонусы нас кстати часто сравнивают с пирамидой я всегда думала вот почему интересно корпорацию не сравнивать с пирамидой во главе генеральный директор у него 5 директоров внизу 10 менеджеров тут работает точно также во главе там я не знаю коронованный независимый предприниматель со своими названиями просто здесь бриллиантовые партнеры здесь платиновые партнеры под ним естественно большое количество а-ля специалистов которые торгуют продукции соответственно каждый уровень отвечает обладает своим уровнем компетенции и задача там крупного лидера не уметь торговать продукции его задача уметь развивать организацию для того чтобы этот товарооборот генерился соответственно кто просто торгует продукции зарабатывать 5000 рублей кто извините меня огромную организацию построил зарабатывает как зарабатывает генеральный директор компании я считаю что не странно что наши партнеры которые пришли заработать денег, рассказывают именно про заработок. Может быть, не всегда рассказывают толково, потому что большая часть из них не предприниматели. Что мне нравится в Amway, мы вот в чистом виде просто предпринимательская концепция. У нас есть там большое количество традиционных предпринимателей, которые и у нас построили большие сети. У них своя мотивация, и они к нам не за деньгами пришли. Конечно, это заработок, который нормальный, конкурентоспособный с заработком от традиционного бизнеса. Но они пришли сюда, за сообществом, за поездками в рамках своего сообщества, высокого уровня поездками, за признанием на сценах. Таким людям в традиционном бизнесе этого признания не хватает. Но большая часть партнеров — это те, кто были военными, которые выходят на пенсию, кем они становятся? Начальниками службы безопасности, в лучшем случае, а что и охранниками. У меня у самого муж подполковник Комитета национальной безопасности, и я знаю, какая-то тяжелая трансформация чиновника к предпринимателю в его случае. Это учителя, врачи, очень много врачей у нас, интеллигентные, образованные люди, но навыков предпринимательства у них никаких нет. Это для них совершенно новая область. Поэтому, конечно, они говорят о том, что важно для них, не тем языком, который будет восприниматься обществом. Мы с этой точки зрения очень много работаем с партнерами, чтобы помочь, в принципе, концепция предпринимательства в индустрии прямых продаж хороша тем, что ты можешь начать без любого риска. Тебе не надо инвестировать деньги, и тебя научат, как это делать. Наши обучающие проекты, то есть огромное количество денег, мы вкладываем именно в современное обучение партнеров. Например, у нас там есть сейчас Digital Lab. Это, по сути, в принципе, блогерская школа. Мы собрали лучших блогеров России, которые учат наших партнеров, как работать с Инстаграмом и Фейсбуком, как сделать свою шапку, как правильно позиционировать продукт. Даже больше не про продукт, как правильно позиционировать себя, как создать свой персональный бренд, на который придет другая аудитория. Потому что, в принципе, мы были всегда социальным сообществом, даже до того, как они появились. Всегда, в принципе, все это строилось через сообщество людей, близких тебе, которые доверяют твоей рекомендации продукции и пользуются ею. И мы, честно говоря, как компания, не требуем от наших партнеров, чтобы они занимались продажей продукции. Мы хотим, чтобы они занимались тем делом, которое им нравится. Ты дизайнер? Занимайся дизайном. Ты любишь готовить? Занимайся готовкой. И вокруг готовки, вокруг управления, там, безопасного дома, например, концепции. Создавай сообщество людей по интересам. А наша продукция туда впишется, потому что она работает на безопасный дом, потому что она работает на правильное питание, потому что биодобавки работают на твое здоровье, на твою красоту. Просто этому проекту не очень много. Digital Lab мы создали год назад. Он, кстати, уже Эфи получил в России. Да, как один из лучших проектов в диджитал-маркетинге и в сфере обучения. Конечно, уровень профессиональности наших партнеров — это ответственность компании. Так что, отвечая на ваш вопрос, «Поэтому люди в том числе и не приходят к нам, потому что их отпугивает». Такое агрессивное предложение, и это не вызывает доверия. Мы, кстати, 2-3 года назад проводили такой опрос. По результатам исследований, мы назвали его «современный язык Амвэй», как раз и выяснилось, что такие примеры, как вы вот привели, они людей отпугивают, что это сейчас нерелевантно. Ни там круизы, ни самолет получи себе за работой. Человек не хочет свою жизнь принципиально менять ради непонятного. Еще это похоже, как лотерея какая-то. Такого не бывает в жизни. Да, абсолютно. Мы сейчас работаем как раз над тем, чтобы вот ту концепцию, которую я рассказала, и похоже, она вам как бы достаточно близка. Да, он мне очень понравился. Я никогда с этой точки зрения не думала по поводу интеграции в твою реальную жизнь. Если объединять так людей по интересу и те, кто прекрасно готовит. Это просто, это отличный именно, ну, это и есть предпринимательство. Увидеть ракурс. Какой-то приятный бизнес, я могу вам сказать. У нас сейчас просто вот такие сообщества по всей стране возникают. Одно там из сообществ, я очень люблю и слежу за ними, там это в Новосибирске 150 называется. Вот оно объединяет там около 2000 успешных людей в своей обычной жизни. Им просто интересно, как можно улучшить свою жизнь. Через здоровое питание, через бег, физическую активность и через, ну, соответственно, БАДы, которые помогают тебе поддерживать организм в здоровом состоянии. Или, например, у нас есть свой клуб Running Club. Там уральская команда у нас и независимые предприниматели тоже участвовали в ультрамарафоне Ермак. Ультрамарафон — это когда ты пять дней подряд айронмена делаешь. Каждый день 42 километра, 80, по-моему, километров на велосипеде. В общем, мне даже страшно об этом говорить. Это заграни моего понимания. Я была амбассадором марафона Европа-Азии в Екатеринберге. Знаете, какую дистанцию выбрала? Там бежали 3, 10, 21 и 42. Я 3 бежала. Но это к гедонизму, потому что я профессиональный интервьюер, я не бегун. Является ли обязательным условием работы в Амвее, пользования продуктами Амвее? То есть это, наверное, часть тоже корпоративного кода или не обязательно? Я вспоминаю свой опыт одного из предыдущих работодателей. Не буду его упоминать. Хотела так сказать. Хорошо, они курили, да? Курила, потому что в то время это было обязательным. Сейчас, слава богу, Филипп Мольц вообще очень достойная компания. Ни одного плохого слова не могу и не хочу про нее говорить. И сейчас у нее корпоративная культура поменялась. Но вот в то время, 25 лет назад, это было как бы вместо «здравствуйте» мы закуривали сигарету. Вот. И даже у нас было там письмо от генерального директора, что если ты вдруг закуришь не Мальбора, то это будет рассматриваться как измена своему мужу. Вы смотрели фильм «Здесь курят»? Нет, нет. Посмотрите, это просто потрясающий фильм про лоббиста табачной компании. Я обожаю это кино, там такой блестящий юмор. Они еще объединялись, ходили на дружеские обеды. Он, значит, лоббист табачной компании, там был лоббист алкогольный, и девушка занималась продажей оружия. О, боже. Это просто бомба. Это классно. Это круто. Ну так вот, является ли частью кода в Amway? В Amway нет, это не является частью кода. Но мы делаем все для того, чтобы наши сотрудники знали про наш продукт, сделали осознанный выбор, хотят или не хотят они этим пользоваться. Я считаю, что мы в целом, как компания, все равно, я говорю, для общества мало делаем, чтобы рассказать. В мире вообще на самом деле мы единственная компания, которая контролирует производство наших биодобавок с момента семени до конечного продукта, и выращены все ингредиенты на наших собственных органических сертифицированных фермах. Ну вот я любительница, бабушка и выращенная травок попить, когда ты заболел. Соответственно, я доверяю всему органическому и естественному. И мы с этой точки зрения единственная компания, которая вот такие уникальные предлагает витамины, фитонутриенты. Соответственно, мне нравится об этом рассказывать. Я принимаю их, потому что я им доверяю. И многие у нас сотрудники, естественно, мы ставим это, вот вы увидите потом, в зонах в офисе стоит наша продукция. И я вижу, что сотрудники пользуются ее. Да, я видела. То есть это не просто экспонируется для того, что вот у нас такой ассортимент сотрудники? Нет, конечно, потому что вы приехали, мы думаем, дай-ка, поставим продукцию. Я пользуюсь, на самом деле, и нашей продукцией Artistry. И вам предлагала не просто так воспользоваться нашим визажистом, потому что, в принципе, хотела привезти девочку как раз в нашу экспириенс-центра, чтобы ее попробовали. Меня спросили, нужен визажист или нет, а я как до Урында ко мне в 6 утра приехал мой визажист в Екатеринбурге. То есть я накрасилась еще там, поэтому макияж покидает меня уже к концу нашего интервью. Я про это не подумала. Большую часть людей вы спросите, все говорят про наши салфетки, все говорят про наши биоразлагаемые моющие средства. Каждая четвертая семья в России имеет их на полке. Но по всему миру мы, на самом деле, известны своими биодобавками и уходом за кожей, потому что это на самом деле все основные технологии наши там. У нас там более тысячи патентов. И, честно говоря, мы одна из первых компаний в мире, которая вообще биодобавки выпускала. 80 лет научного опыта. Я говорю, об этом никто не знает. Я ввижу себя с такими же басами. Я когда смотрела как раз трансляцию, вы рассказывали про продукт Nutrilite XX, и говорили, что это флагманский продукт. То есть про это идет речь. И это не какое-то ноу-хау последних одного-двух лет, вот то, что сейчас на волне. Это... 80 лет истории этому продукту. В свое время основатель этого бренда, много путешествуя по миру, заметил, что в Китае люди гораздо более здоровые, потому что они там свои травочки пьют, и что-то им помогает. Я стал изучать эти различные травочки. И если приехать к нам на производство, то видно, что наш XX это, по сути, прессованные травочки в таблеточке. То есть это в большей своей степени, это органика вот в том виде, в каком она есть. Более того, за 80 лет мы изучили, как их комбинировать. Например, сейчас вот выходит XX обновленный. Это просто продукт-бомба, потому что мы все сейчас паримся по поводу чего. Нам нужно достаточное количество протеина, потому что это строительный материал мускул. Нам нужно омега-3, потому что это здоровые сосуды и мозги. Нам нужен витамин D, и нам нужны антиоксиданты, потому что это наша иммунная система, потому что это наша противовозрастная профилактика старения, потому что снимаются свободные радикалы. Это как ржавеет железо, так и люди, в принципе, из-за свободных радикалов начинают стареть. Это уникальная запатентованная технология, которая есть только в нашем продукте. Ну, естественно, лютеин там, то, от чего страдают сейчас люди. Мы все сидим в гаджетах. Наше зрение садится, наши глаза устают. Ну, я уже не говорю про то, что там повышенная доза витамина D, естественно. И вот такие вещи, мне очень хочется, чтобы каждый человек знал и свой осознанный выбор делал. Не надо потом ходить и жаловаться, что ты там разваливаешься в 40 лет, как машина. А что ты сделал для того, чтобы себе любимым позаботиться? Соответственно, а у нас этих знаний, их надо искать. Правда, хорошо я работаю в этой области. Я много сталкиваюсь с экспертами, которые рассказывают такие вещи. Но я плюс к этому все равно прохожу различные онлайн-марафоны. Сейчас такая удобная вещь. Едешь в машине, раз там вебинарчик смотришь. Кстати, вот меня как раз, что за дело, откуда и появилась моя социальная программа, что многие эксперты, когда начинаешь рассказывать про нашу продукцию, они говорят, вы знаете, мы продукцию компании прямых продаж не рассматриваем. Я говорю, а почему? Почему-то не доверяют. На самом деле, компании, работающие в индустрии прямых продаж, имеют очень высокие технологии и большое количество патентов, разработанных часто даже нобелевскими лауреатами. То есть это по-настоящему уникальные продукты. Откуда такое отношение? Похоже, что мы очень плохо о нем рассказываем. Я считаю, что мы как компания в свое время всегда считали, что мы платим дистрибьюторам денежки, вот пусть они и формируют нашу репутацию и рассказывают хорошо про продукт, рассказывают хорошо про бизнес. Что вы хотите от человека, который никогда сам не принимал БАДы раньше и никогда бизнес не строил? Он расскажет так, как он может рассказать. Это ответственность компании. Я с этой точки зрения вспоминаю всегда. Например, Шанель. Шанель не дает дистрибьюторам возможности создавать рекламные ролики про свои сумки. Правда? Они сами занимаются этим и сами занимаются продвижением продукта в обществе. А дистрибьютор дает только полку, через которую продукция продается. Так вот, мне кажется, что здесь мы как компания не дорабатываем. Это то, чем я хочу заняться. Потому что то, как я люблю продукт, то, как я люблю наше предпринимательство, мне очень жалко, что мало кто о нем правда знает. Я заинтересовалась. Я же человек, которому 37 лет. А сегодня мы только про возраст. Да. Но я декомнительная. Я реально редкий вид человека, нетронутого Амвэем. Вот серьезно. Резонное было замечание про то, что у меня даже было в свое время подружка, у меня занималась, и домашняя химия у меня была. Но как только она перестала заниматься, я, к сожалению, дезорганизована в этом смысле, чтобы найти, наладить. И витамины я пью омега-3, которые мне подарила подруга моя на Новый год. Потому что она зожница, ппшница, все вот это вот. Чего доверяете? Я стейки люблю, а она вот сельдерей. Но мы вместе, тем не менее. Вот она мне подарила такую банку, я пью. Вот я сейчас говорю, понимаю, насколько это глупо. То есть, как бы нет времени заточить пилу, это называется, когда нужно тебе спилить дерево. То есть, я не могу выделить время, чтобы изучить вопрос и понять, что я хочу принимать. Я сейчас готова, чтобы вы меня сагитировали, потому что мне нужны витамины. Я работаю 12-14 часов. Ну, могу и поспать. Могу и в офис вообще не ходить. Ну, могу вот так вкладываться. Я много летаю, я много читаю, я за компьютером сижу. В общем, живу обычной бешеной жизнью, обычной современной женщиной. Как я должна понять, что мне принимать? Приходите в экспириенс-центр, там заполняете дневник питания. По дневнику питания появляется индикативно, какие могут быть у вас недостатки. Состояние здоровья, ресурсное, нересурсное, составляете, тоже отвечаете на вопросики. Проходите базовый тест здоровья. Исходя из этого, будут рекомендации. Мы, кстати, даже планируем запускать специальное приложение, которое позволит более точно определить недостаток тех или иных витаминов. Очевидно, что самая точная информация будет только из анализа крови. Конечно. Если что-то болит, то лучше пойти серьёзно это проверять. Если это на этапе того, что я понимаю, что мне надо что-то сделать профилактически, то вот это на уровне базового тестирования и профилактических доз. Если говорить, например, 2000 единиц, сейчас омега-3. Кстати, возвращаясь к вашей омеге, посмотрите. Я думаю, что раз подруга зожница, она, скорее всего, понимает, что основное нужно смотреть в омеге-3. Это состав этих двух основных кислот. Соответственно, и дозировка этих двух кислот должны быть в районе 1200. Вот мне очень понравился ваш пример про подругу. Вот подруга, как вы считаете, продала вам продукцию? Вот вы же не чувствуете, что она вам что-то продала, правда? Нет, конечно. Нет, вы просто доверяете, вы знаете её образ жизни. У нас всё точно так же работает. Вся сеть строится на том, что тебе понравилось, расскажи о том, что тебе понравилось. Я могу ей добылокс-подарок привезти? Я думаю, что она будет счастлива. Это будет круто, кстати. Надо посмотреть раньше, чем выйдет интервью, чтобы она не узнала. Я придумала, я Nutrilite ей привезу. Вы про мужа уже упомянули. Я знаю, что муж сейчас у вас занимается ресторанами. И как вы смешно пошутили, нездорового питания. Ходите ли вы в эти рестораны? Что вы там смотрите на меню, какие-то ему коррективы вносите? Вообще, как условно человеку, который любит рыбалку, нормальный мужской образ жизни, тоже, видимо, мясо правильной прожарки и так далее. Как вы уживаетесь, с учетом того, что вы йог с 10-летним стажем? Я не вношу коррективы в меню его ресторана. Но у нас серьезные коррективы в меню питания дома. В домашнем доме. И тем не менее, мы готовим отдельно. Иду мальчики очень любят, когда мама готовит. Все равно ты не можешь не влиять на окружающих тебя людей. Ты же так же, как они на тебя не могут не влиять. Я не из тех, кто давит. Во-первых, во-вторых, я честно считаю, что ни жена, ни муж не живут вместе для того, чтобы друг друга перевоспитать и исправить. Вот это вот самая большая ошибка, иллюзия, которую женщины часто для себя принимают. Типа, все расписались уже, классно, теперь можно заниматься тем, чтобы ты родной стал таким, как я тебя видела. Это самая большая иллюзия. Поэтому, во-первых, с момента, как ты расписался, основная работа-то и начинается. А во-вторых, никто никому не давал права никого исправлять. Это, опять же, дело моего мужа. Принимать или нет какие-то изменения в его жизни? Ну вот мы, наверное, поэтому счастливая семья, которая вот в январе, 20 января, 20 года, отметит 20 лет совместного проживания. Как-нибудь очень интересно мы планируем это отметить, как и 10 лет отмечали. И я могу сказать, что мы с мужем любим вот как 20 лет назад друг друга. Он сам об этом говорит мне, и я ему об этом говорю. И когда я задумываюсь над этим, и сын мне, кстати, часто говорит, мам, сейчас столько разводов вокруг, я смотрю на вас с папой, у вас уникальные отношения. Я говорю, потому что мы с папой никогда друг друга не перевоспитывали, уважали и принимали такими, какие мы есть, и каждый день развивались. И поэтому твоим папе со мной интересно все 20 лет, и мне интересно с твоим папой все 20 лет, потому что мы все время развиваемся, как будто каждый день с новым мужчиной. Это же кайфово, правда? Безусловно. При этом основа, его ценности, его целостность, она не меняется. Его отношения, партнерство, уровень ответственности, оно не меняется. Поэтому, с одной стороны, у тебя есть огромная стабильность в жизни, то, чему ты можешь довериться, а с другой стороны, это каждый раз новый интересный человек. я помню одно хорошее выступление Алисы Фрэнлих. Она сказала, что для плодотворных долгих отношений с мужчиной должно быть хорошо для тела, хорошо для души, хорошо для ума. И я согласна, что могут быть ситуации, когда в каких-то даже бытовых вещах может быть несовпадение, и ты этого не знаешь в определенной степени до свадьбы. Ну, не все живут до свадьбы вместе, это просто есть быту. Это тоже где-то я слышала это выражение, что в мужчине есть недостатки, которые нужно принимать, недостатки, которые можно прощать, и недостатки, с которыми мириться нельзя. И когда количество недостатков, с которыми мириться нельзя, доходит до критического уровня, сохранить отношения невозможно. Вот я думаю, что с этой точки зрения, что да, может быть такая ситуация, когда что-то в быту тебя невозможно раздражать, у вас просто физически разные графики. Кстати, жаворонок и не жаворонок, я думаю, это как раз можно нивелировать прекрасно, давая друг другу персональную свободу. Наверное, эту тему не принято обсуждать, но это тоже проблема у нас в обществе и не только в России, что нормальная сексуальная жизнь, она актуальна всегда. Как правило, браки создаются в принципе на страсте и на хорошем сексе, и разваливаются в первую очередь из его отсутствия. Но здесь в принципе культура воспитания сексуального женщины, мне кажется, имеет огромное значение. Тоже очень много интересных теорий, я читала и слушала Тед Сток в очередной раз, что это в определенной степени исторически гендерно так сложилось. Но я считаю, что это ответственность женщины. Отвечать за то, чтобы получать достаточное количество удовольствия в своей жизни. За свое удовольствие женщина отвечает сама, не мужчина. А мужчина уже счастлив будет его дать. Поэтому для тела, для души, и это тоже ответственность каждого партнера, чтобы для души было хорошо. Это надо создавать, этому надо давать пространство в своей личной жизни. Ну и для мозгов, очевидно, здесь, наверное, самое простое, на чем мы обычно работаем, что друг с другом интересно. Не забывать говорить друг с другом. И я не могу не обратить внимание на фразу из нашего письменного прединтервью, когда вы как раз писали про понимание счастья, то, что этот путь, и про то, что ты ежедневно просыпаешься, а чувство наполненности, удовлетворенности. А тут удовлетворение, что в моей жизни есть то, что важно для меня. Для меня это я и мои хобби, семья и дети, любовь, дружба и работа, которую я очень люблю. Вот это случайный порядок или иерархический? Я имею в виду, вот у меня буквально пару недель назад был герой, который, это тоже не принято говорить слух, что у себя я на первом месте. Сказал он, и, например, мне, вот по-честному, для меня это тоже так, я смогла это сделать только после того, как он в этом признался публично. Это очень болезненное, социально неодобряемое признание. Вот. Случайный или иерархический порядок был в этом перечислении? Вы на каком месте у себя? Это не случайный порядок, и не всегда он таким у меня был. Мне тоже потребовалось определенное время, чтобы понять, что я у себя на первом месте. У меня был период, когда работа была на первом месте. У меня был период, когда семья была на первом месте. И достаточно давно у меня появился период, когда я осознанно понимаю, что если я у себя не на первом месте, то ничего другого существовать не может. Ни семьи счастливой, ни счастливой работы. Потому что только когда ты выделяешь себе любимое достаточное времени для здоровья, для удовольствия, для интеллектуального развития, только тогда ты потом в состоянии поддерживать счастливую семью, поддерживать счастливую работу, коллектив и добиваться каких-то там целей. И я просто очень хорошо помню историю, когда лет 6-7 назад у меня было состояние, мы переехали в Москву. И я чувствовала, во-первых, вину, что я семью перетащила из как бы нажитого. Это за вашей карьерой вы переехали? Да, из-за моей карьеры. У меня у мужа был, ну и сейчас есть, прекрасный, успешный бизнес, он зарабатывает больше, чем я. Но мой муж сказал тогда мне, когда мне предложили работу здесь, он говорит, слушай, для меня там амбициозно неудовлетворенная женщина, ничего хуже в жизни быть не может. Поэтому, дорогая, если ты считаешь, что тебе это нужно, мы переедем за меня, не переживай. Очень мужской поступок. Я могу сказать, что я очень мало мужчин знаю, которые дают возможность женщине реализоваться. Во-первых, не боятся ее успеха, а его поддерживают. А во-вторых, готовы поступиться собственным комфортом. Из-за этого, там, последние 10 лет мой муж летает практически каждый месяц на неделю, на две недели обратно в Алмату, чтобы поддерживать бизнес. Потому что, ну, мы живем здесь, а бизнес у него остался там. Чувство вины испытывала за детей, потому что им пришлось поменять школы. И я помню, что мы сюда переехали, и я как сумасшедшая в Москве, ну, сначала колбасила на работе, я же вышла на новую работу, надо себя показать. Тем более, что я пришла здесь как раз на трансформацию, я, правда, все буквально так получилось, что практически все старое осмела, выстраивала новое. Это требовало естественного большого вовлечения. Все, что у меня оставалось, я делала для своей семьи. Там для них в субботу, в воскресенье музей, мы же в Москву переехали, аллю, это такой город. Я супер мать, я супер жена. Да, 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 да. Тем более, что младшему тогда было, там, 2-3 годика. Я помню, во-первых, как однажды мой старший сын проснулся утром, в очередную субботу, и мама такая, а сегодня мы идем, еще один классный музей. Он мне говорит, мама, как же ты достала нас со своими музеями. Да и просто поваляемся. Да мы не будем ходить. Второй точкой было, я помню, когда у меня наступил вот момент выгорания такого, что... Я проходила какой-то там 360 градусов ассессмент, и мне приходит эксперт и говорит, профессионально мне вам сказать нечего. Я могу вам только сказать, что вы в таком состоянии находитесь. Запомните, что просто когда вы умрете, вам, мамы, просто веночек принесет. Это то, чего вы хотите в своей жизни. И я прихожу домой, значит, после очередного тяжелого дня, разбитая, ложусь и начинаю там плакать. Мам, вы говорите, что случится? Я говорю, как же я устала от этой жизни. Здесь все время работа. Я постоянно вот прихожу, на себя времени нет, потому что семья. Он мне говорит, дорогая, а мы же от тебя ничего не требуем. Почему ты считаешь, что ты обязана нам делать, уделять все оставшееся время? Удели его себе. И вот в этот момент это для меня было неким прозрением абсолютным. Я тогда еще своему мужу сказала, говорит, слушай, ты даже не понимаешь, какая у тебя мудрая душа живет внутри тебя. Вот такие вещи он мне говорит, которые для меня просто как прозрение. И в тот момент я стала позволять себе заниматься своими хобби, позволять себе выделять время. Это просто определенная ломка, когда не испытываешь чувства вины за то, что я пошла на маникюр, за то, что я пошла на массаж, за то, что я пошла на йогу с утра встала. Сегодня я утром встала и уехала на йогу в 7.30. Муж у меня в очередной раз в Казахстане, в школу, соответственно, надо ребенка как-то отправить. Я бабушке сказала, мам, вызовешь такси, отправишь его на такси, старшему сказала проконтролировать. И меня никакое чувство там вины не преследовало. Я пошла и с удовольствием два часа йогой занималась, потому что я знала, что на следующую неделю я в Америке. И свою любимую Джива Мукти не буду видеть еще неделю. Но вот к этому надо прийти. В отвечая на вопрос, я на первом месте. Я и мои хобби, и мое время, и мое состояние счастья. Теперь мы подходим к самому фундаментальному вопросу нашего интервью. И я поняла, ради чего вообще все это затеяно. Где найти такого мужа? Я уже вижу эти комментарии. Потому что у меня тоже есть такой муж. Да, конечно. За каждой успешной женщиной стоит именно такая мудрая душа успешного мужа. Ну и вообще это вообще случайность. Просто вот он в меня влюбился, и теперь он мой муж, и теперь мне хорошо. И когда меня спрашивают, как найти свое призвание, и где найти такого мужа, у меня нет ответа на два эти главные вопроса, которые мне адресуют. Потому что я ни дня не работала, не любя то, что я делаю. Я училась на журфаке, я пошла работать, не окончив еще второй курс. И, собственно, по сей день трансформируют свои задачи, новые площадки. Но это, по большому счету, вот мое призвание – дело жизни. Когда мне пишут девчонки, 35 лет, 37 лет, вот они в декрете два раза подряд еще иногда посидели, и ты такая еще полна силы и энергии. А что делать? А кто я? А что мне, шить начать? Вот я вроде шить любила, или что мне делать? Вы делаете такого мужа? И работа, да. Да, и как… Ну а серьезный вопрос на самом деле. Серьезный. Про призвание еще. Серьезный, да, абсолютно. Потому что вы же тоже в этой лодке, вы тоже знаете, и тоже ни дня не ошибались. Начав работать в корпорациях, у вас было понимание, к чему в глобальном смысле вы ведете. Во-первых, как йог, наверное, с 20-летней практикой, скажу, случайностей в жизни не бывает. Мы сами, все, что мы имеем в жизни, мы сами это себе организовали. Помню такую юношескую совсем историю, когда вышла замуж за своего мужа, и буквально год спустя моя близкая подруга вышла замуж за водителя моего мужа. Они познакомились, в принципе, когда мы с Олегом встречались. И как-то там в какой-то период обито, она мне говорит, ну тебе-то хорошо, у тебя там уж полковник КГБ, а у меня там уж водитель. Я была так поражена, я перенулась к ней, говорю, знаешь, дорогая, а я-то себе не полковника мужа искала. И я стала в этот момент думать, думаю, а кого я искала, а как я искала, а почему в моей жизни вот такой человек попался. И опять же, возвращаясь к теме, хочешь быть генеральным директором, будь им, я вспомнила, что всегда я себе представляла, какой рядом должен быть со мной мужчина, что для меня важно в нем, что он должен быть надежным, понимающим, самодостаточным, поэтому не бояться моего успеха. И все вот эти характеристики, я никогда не думала, будет он высоким или маленьким. Есть, наверное, какой-то у нас заложенный там, в принципе, типаж, который нам нравится, да, но я об этом не думала. Я никогда не думала, будет ли он богатым или нет, не думала. Наверное, потому что, ну, в тот момент я сама была не особо богатой, но у меня никогда не было истории, что, во-первых, я не смогу себя обеспечить. Я всегда была уверена, что благосостояние, если я буду делать то, что мне нравится, благосостояние за этим придет. Во-вторых, я не могла себе представить, что рядом со мной будет мужчина, который не в состоянии точно так же зарабатывать, делая то, что ему нравится. В принципе, что и получилось. Говоря про призвание, я, честно говоря, считаю, что только у очень маленького количества людей это призвание определено с детства. Есть те, кого вот в темечко бог поцеловал, и они с пяти лет шикарно играют на фортепиано. Условно, да, это вот выдающиеся музыканты, там, я не знаю, поэты, актеры, ну, потому что он был рожден для этого, а все остальные как-то должны найти. Я считаю, что все остальные, да, должны найти, и это призвание, я его больше формулирую как предназначение. Что для тебя важно? Вот для меня важно, да, успех другого человека. Когда я понимаю, что я в человеке зажигаю вот эту персональную трансформацию, меня это вставляет. Вот последний раз я, кстати, вспомнила сейчас, когда я плакала последний раз, просто плакала я там по-другому. Это было в Дубае в декабре, когда мы признавали на сцене наших партнеров с Казахстана на уровне коронного независимого предпринимателя. Но это уровень, вот чтобы вам сказать, по доходу, ну, больше, чем генеральный директор компании получает, это высший уровень, это на самом деле огромная организация. И я вспоминала, что это человек, который свою жизнь начинал охранником на барахолке. А сейчас он один из главных меценатов Казахстана. То есть это не просто там большой предприниматель в Амвее, это меценат в Казахстане. Он делает огромные благотворительные программы, влияющие на государственном уровне, на изменение ситуации. И я плакала от удовольствия, что когда-то 5-7 лет назад я его поддержала, и я зажгла в нем эту мечту, что у него огромный потенциал, и он его не реализовал. И началась вот эта трансформация, которая привела, и вот меня это так вставляло, что для меня было неважно, чтобы мне они сказали спасибо. То есть вот это мое предназначение. Знала ли я его там с первого года? Нет, не знала. Осознала и сформулировала я его относительно недавно, за последние 5 лет. Но когда я стала анализировать всю свою предыдущую жизнь, удивительно, но все, что я делала, оно подсознательно к этому вело. То есть я всегда занималась работой, которая помогала мне вот в этом реализовываться. Я всегда помогала другим людям развиваться. Я опять же свое предназначение реализовывала. Поэтому для того, чтобы его найти, неважно, в 35 или в 40 лет, самое важное — слушать себя. Что важно для тебя? Что тебя вдохновляет? Ну, как бы становишься в ресурсное состояние, встаешь. Это самый главный индикатор. Мы знаем все ответы, если мы себе только будем доверять. С этой точки зрения, конечно, есть ситуации, где себя нужно преодолевать. Но если долго надо себя преодолевать, значит, что-то не так. Поэтому сидеть в депрессии тоже не помогает найти предназначение. Я всегда говорю, лучше иди, делай что-то, ошибайся. И меняй свой путь, чем ничего не делай. Здесь тоже нужно заметить, что количество ресурсов в твоих руках помогает, наверное, масштабу. Но предназначение не мерится тем, если у тебя, я не знаю, миллионы в распоряжении бюджета или у тебя 10 долларов. Вот для меня, например, чтобы помогать кому-то жить лучшую жизнь, деньги не нужны. Мое предназначение реализовывалось и реализовывается. И в том, чтобы я друзьям своим близким помогала менять свою жизнь к лучшему. Своей семье, близким, своему мужу, своей маме, которая тоже в 70 лет серьезно пересмотрела. И свое отношение к жизни, и свое отношение к здоровью. И я тоже считаю себя причастной к этому. Поэтому, во-первых, не надо себя критиковать, мы себя любим, да, критиковать. Нет, все, в моей жизни ничего не случилось, я теперь мать двоих детей, я ничтожество. Неправда. Первое, найдите, за что себя похвалить. Наверняка там есть, за что себя похвалить. Второе, пройдитесь по всей своей жизни, по самым вдохновляющим моментам. Вот разделите ее на 3-4 этапа, и в каждом этапе запишите 3-4 момента, что тебя вставило. Вот настолько, что ты была в таком состоянии. Из этого нужно будет попытаться. Паттерн точно выяснится, что было там ключевого, где в разных совершенно ситуациях вставляет одно и то же. И вот постарайтесь дальнейшие шаги уже формировать так, чтобы создавать ситуации, в которых ты снова попадешь, где тебя вдохновило, где тебя ввело в ресурсное состояние. Так что вот такой у меня секрет. Круто, спасибо огромное. Потому что есть у вас это видение ситуации над немножко. Мне так сложно было это сформулировать. А это такой важный сейчас был монолог. Сюда? Нет, я тоже, кстати, не знаю, где наша кухня. По-моему, она за углом. Люди работают. Вот видно, между прочим, вот в переговорке люди работают. А мы тут с вами шумим со своими съемками. Я, честно говоря, на нашей кухне ни разу не была. Просто потому, что я питаюсь так. Я из дома выбегаю и сделала себе смуди вот сюда нам, да. Соответственно, у меня завтрак, обед, как правило, с собой. Вечером я ужинаю дома. Вот этот WX, о котором я рассказывала, видите, что он как раз состоит из витаминов, фитонутриентов и минералов. Все три составляющие, которые нужны для полного, полноценного функционирования человека. Это как раз две кислоты, которые там и нужно проверять, которые вам нужно будет посмотреть. Я их там по-английски хорошо знаю. Вот эти две кислоты и их состав. У нас профилактическая доза в двух капсулах. Глюкозамин, который прекрасно для суставов работает. Это полный набор под, в принципе, потребностей. Хиноцея плюс иммунитет сейчас нужен. Витамин В, нам всегда не хватает витамина. В это энергия, естественно, нормальные процессы. Формула красоты заманчиваем. Формула, ой. Это, кстати, один из любимых продуктов наши женщины обожают. У нас в год не было, боже мой, какое количество мы жалоб получили. Потому что он содержит все, что нужно для красоты женщины. Волосы, кожа, ногти, все составы, вот витамин, вот витаминов там есть. Вот это протеин. Я рассказывала, что я смуди делаю. Вот я утром достаю там, я не знаю, замороженные фрукты, овощи, бросаю их в блендер. У нас прекрасный блендер, кстати. Туда добавляю протеиновый порошок и пищевые волокна. Потому что пищевые волокна нужны для чистки как раз нашего кишечника и для моторики. Протеиновый порошок – это как раз белок, строительный материал, которого нам не хватает. Я, например, не ем мясо. Но какое-то время просто отказалась, перестала есть мясо и птицу. Я прекрасно понимаю, что надо следить за потреблением белка. У вегетарианцев большая проблема с тем, что у них всё смещается в сторону углеводов и жиров. Но с этой точки зрения протеиновый порошок – это прекрасное решение. Ты бросил там, у тебя 1-3 дневной дозы уже есть для того, чтобы всё восстанавливалось. Клетки организма, на самом деле, в любом возрасте, вот когда мне говорят, ой, ну я же уже старенькая, в любом возрасте организм себя обновляет. Это такой уникальный механизм, мы ещё даже не понимаем и не знаем всего. Абсолютно точно. За 5-7 лет могут полностью восстановиться кости и мускулы, мускулатура. Кровь обновляется, клетки обновляются, клетки мозга обновляются. Поэтому всегда можно работать на тем, что ты думаешь, как твой мозг работает, формировать новые нейронные связи. Всегда можно работать на тем, как чувствует своё тело. Но я всегда была, в принципе, в форме, вес у меня всегда был одинаковый. Структура была, тело совершенно разное. Я этого не понимала. Думаю, вроде спортом занимаюсь, а всё равно там, там, здесь целлюлит какой-то. Ну, это ощущение такое, рыплости. Да, рыплости, вот нет такого сбитого тела. А у меня там тоже, вот не могу не упомянуть своего мужа, который там последние 3-4 года всё время… Я прохожу мимо, я говорю, да что ж ты меня всё время щупаешь? Он говорит, это такая сбитая, классная стала. Вот когда я стала нормально принимать хорошее сочетание протеина, омеги и витамины, всё, мне поменялась структура тела. Это даже не про вес. Я классную книгу читала «Твоё тело» Камерон Диас. Что там нам могут рассказать актрисы, да? У меня есть книга, да. И вот как она там прекрасно, простым языком рассказывает, почему она такая худая, красивая и стройная, тоже посчитала нужным поменять своё питание. И следить за тем, чтобы в том числе, на том тоже про все витамины рассказывать, а фитонутриенты, принимать достаточное количество. Потому что я так хочу, чтобы у нас все женщины об этом знали и выглядели прекрасно, чтобы мужики хватали за их бачка и говорили, ты такая сбитая. Кстати, просто в унисон рассказываете. Я седьмой месяц системно занимаюсь спортом. У меня никогда не было прям там лишнего какого-то веса или ещё что-то. И вес мой изменился всего на 4,5 килограмм. Ну, то есть в масштабах как бы катастрофы это ничего не значит. Конечно, но структура тела, структура кожи, то есть вообще системный подход к своему здоровью. Это не внешний вид, это именно здоровье, внутреннее состояние организма. Это просто неоценимо. И я подсела на спорт вот первый раз. То есть это нужно прочувствовать вот этот кайф, когда не из-под палки, когда ты начинаешь делать. Я думаю, что с питанием так же. Очень хороший комментарий, я его полностью поддерживаю, потому что на самом деле это относится не только к здоровью. К любому достижению, которое тебе нужно в жизни, оно начинается с системы. Как кто-то из известных говорил, от мечты рождается действие, от действия рождается привычка, от привычки судьба. И вот у меня, например, есть своя дейли-рутин, я называю, ежедневная рутина. Каждое утро я встаю раньше своей семьи, я знаю, что мне нужен час для меня. И я минимум 20 минут занимаюсь. Гвозди вы делаете из этих людей. Еще мы сейчас раньше, окей. Ну, об этом я расскажу, как вставать рано, потому что я не жаворонок. Я не жаворонок вообще, я сова. Когда я поняла, что для меня важно, и я себя по-другому чувствую, если я каждое утро минимум 20 минут йогой занимаюсь, минимум 10-15 минут медитирую, 5 минут лицом занимаюсь, ставлю его на место массажами и так далее, то это сразу стало, как бы, естественно, для меня важным. Ежедневно. Ежедневно. Это всегда, это моя ежедневная рутина. И вот когда это стало такой системой, то из этой системы и появился результат. Совсем другое тело, естественно, совсем другое лицо. Это подходит на подарок моей ппшной подруге? Абсолютно. Я считаю, что должен быть ченщий. Она мне банку омега-3, а я ей вот как раз, это всегда в таком контейнере, да, и разделено на три вот фракции. Да, на три. Очень просто открываешь по одной каждой утром и по одной каждой вечером. Это достаточная доза, профилактическая доза всех необходимых витаминов, фитонутриентов и минералов, которые нужны нам на один день. По-моему, это очень просто. Чем вот я буду бегать и думать про то, что съела я сегодня красный овощ, съела ли я желтый сегодня фрукт, получила ли я себе... Моя задача вот понять, что я имею достаточное количество протеина, все полезные вещества и омега-3. И вот эти вот в тройной комбинации это база моей жизни. А все остальное уже сверху, и там начинаешь думать меньше есть хлеба, и жиры там в первой половине дня животные, они все равно немножко нужны, и поменьше сахара и прочее, прочее. Вообще, честно говоря, не очень придерживаюсь вот этих экстремальных теорий «давайте вообще жить без сахара» или «давайте жить вообще без мяса». Я считаю, что все это очень относительно. Я вообще считаю, жесткие ограничения очень опасны. Да, абсолютно. Я тоже согласна с этим. Просто в жизни должно быть все в балансе. Я сейчас вот рассуждаю. Это, блин, такое дерзкое будет заявление. Ну ладно, надо попробовать. Мне очень помогает публичное обещание. Оно многим помогает, когда ответственность не только перед собой. И когда я сказала про похудение, я вообще-то 5 килограммов обещала, а смогла только 4,5, и куда смотреть? 4,5 смогла. Я хочу поработать над тем, чтобы отладить график. Я хочу вставать пораньше и обещаю, обещаю в свою жизнь ввести витамины и системно разобраться в том, что это такое, и отчитываться вам о том, как это на меня действует. Я надеюсь на вашу поддержку, друзья. Супер. А вырежу потом, если чем. А я чувствую себя, зато в очередной раз мое предназначение реализовалось. Да, да. Я вот на вас повлияла, чтобы вы лучше стали жить. Это реально так вот, вообще нисколько не придумка, это мир больше не будет прежним. И когда я вижу человека, у которого график мой умножить на 10, и при этом есть время на то и на другое, и на вставать пораньше, я верю. Я хочу так же. Отлично. Классно. И напоследок не могу не спросить про ваших сыновей. Наверняка они гордятся мамой. Как вот это выражается? Это же какую-то, нужно зубодробительную историю в конце, как они выражают то, радуясь там за ваши успехи. Редко видят, но все равно есть путешествия, есть, я уверена, душераздирающие какие-то разговоры незабываемые. То, что формирует из них, растит настоящих, двух классных мужей потенциально уже я вот чувствую просто. Да, я уверена, что они будут прекрасными мужьями. Просто на вере, скажите. Из зубодробительных таких историй, их так много просто. Я, во-первых, хочу сказать, что найти свое предназначение очень важно. Важно не только для себя, важно и для семьи это. Да. Я очень удивилась, когда пару лет назад я прихожу домой, и младшей мне, ему тогда 9 лет было, говорит, мама, мы сегодня с моим другом Максом, гуглили тебя и маму Макса, чтобы понять, значит, сколько раз тебя упоминали, а сколько раз маму Макса. Я так говорю, интересно, сколько раз меня упоминали. Никогда себя не гуглила, честно говоря, не смотрела. Я так осторожно спрашиваю, я говорю, ну и как он, ты победила? Я звоню маме Макса, я говорю, ты представляешь, что наши дети делают? Ну, а она как раз не публичный человек. И, естественно, я обсудила там это с сыном, но для них это да, для них это критерий. И для них важно, что мама успешная, а в большей степени, что мама счастлива, того, что она делает. Старший у меня вот буквально прошлую субботу пришел на лидерский форум, где было 5000 человек. Я, соответственно, выступала со сцены, а он знает от папы историю, когда мой муж первый раз попал на моё выступление на круизе, там у нас было 4500. Я вот возвращаюсь, значит, в каюту, он мне первым делом говорит, иди в душе помойся. Он говорит, я только что минимум 2000 человек поцеловали. Я пошла помылась, похожу, он говорит, а теперь идем в магазин Булгари. Я такая, мы пришли, ну, мне там все подарки и так далее. У меня мурашки, как жакли, он просто поворачивается. Он поворачивается. Я подумала, что, может быть, как второе предложение, там, как он, то есть это, это еще раз, вот, на ноге видно. И он говорит, ты знаешь, я испытал такое удовольствие, слушай, а тебе как ты выступаешь? Ну, я думаю, какая у меня женщина. И старший как раз у меня на лидерском форуме, я спускаюсь и немножко переживаю. Я, кстати, выступаю часто, и, ну, довольно редко меня накрывает. Я, зная, что в аудитории сидит мой сын, начала нервничать. Он подходит, у меня высокий тоже, как папа, так раскрывает плечи, обняла меня так, прижала, говорит, как же я тебя люблю. Мама, я мечтаю, чтобы я мог выступать так, как выступаешь ты. Они же сейчас в возрасте, когда мама и папа ничего нормально не знают и не делают, то есть это прям большое признание, что мама, оказывается, умеет это делать. И я, посмотрев на него, блин, ради таких минут стоит жить. Для детей важно, чтобы мать знала свое предназначение, следовала ему. И это воспитывает, соответственно, потом таких же, может, нескромно звучит, целостных людей, потому что они эту же концепцию жизни себе берут в жизнь. И они сейчас у меня оба занимаются, не занимаются, да, а вот поиск своего предназначения для них часть их жизни. Что меня, кстати, поразило, у меня с 19-летним сыном разговоры, такие, которые я там в 35, про осознанность, да, про делать то, что тебе нравится, про ресурсное состояние, про влияние на других людей, про развитие себя и других людей, про эмоциональный интеллект. Я думаю, блин, я бы в 19 лет такими вопросами парилась. Поэтому подрастающее поколение, ну, я думаю, что мы можем ждать, конечно, большого прорыва. Тогда, когда у них в жизни, в их окружении есть люди, показывающие, дающие эти примеры. Это то, что надо. Так трогательно, когда тебе этого ребенок говорит, что он восхищенно гордится, и я покрылась мурашками, вся с ног до головы, и, конечно, да, стоит рулить корпорациями ради этого. Да, 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 да. Спасибо большое, Ирина, это было для меня большое удовольствие. Спасибо, Ольга, мне тоже, я огромное удовольствие получила, и прям, я получила удовольствие от того, что я раскрылась. А вы сыграли в этом большую роль. Спасибо. И вообще, это очень круто, что самолеты летают между городами. Да, точно. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok